Так, ну давайте продолжим. Значит, нам сейчас, в принципе, прошли такую некоторую теоретическую вводную часть, в которой теоретика практическая, вот, то есть, грубо говоря, перешли уже вот таких некоторых космических рассуждений на тему того, каким, какое бывает управление, какие бывают регуляторы, вот, какие задачи есть. То есть, перешли уже непосредственно, вот, посмотрели несколько первых методов, это метод аналитического конструирования и методоталонной модели, вот, и сейчас мы еще посмотрим, ну, наверное, это может позиционировать как некоторую лабораторную работу, вот, ну, хотя в удаленном режиме лабораторная работа, она так пока еще непонятно, как это все выглядит, вот, но, тем не менее, это будет выглядеть так, что я вам буду показывать, как это устроено, потом пришлю вам, собственно, файлы моделирования, вот, и вы дома сами будете с ними играться. Вот, собственно, основная польза от этой лабораторки в том, что вы просто посмотрите в таком миниатюрном примере, пример того, что нужно будет делать в курсовом проекте, вот, что в целом вам должно помочь в вашем путешествии по нашему предмету. Значит, ну, так, пару слов сначала про то, что из себя будет представлять эта лабораторная работа. Значит, мы будем использовать язык Python, ну, в принципе, он должен быть уже вам знаком, скорее всего, это сейчас такой достаточно популярный язык, его, собственно, популярность в том, что для него есть огромное количество библиотек, вот, и в том числе библиотек, связанных с моделированием, с анализом данных, с машинным обучением, с нейронными сетями, то есть в целом это будет такой, по сути, ваш курсовой проект вы будете писать на Python, на таком языке, вот, и в целом нас будут интересовать, конечно, не все возможные виды пакетов, которые есть в этом Python, да, будет только определенный набор, вот, ну, нам, вот, если так пытаются рисовать, да, что вот есть некоторое ядро у Python, вот, и у него там, над ним такими слоями настраиваются какие-то более сложные компоненты, то есть мы с вами, с самим Python вы будете пользоваться, будете немного использовать NumPy, это небольшой пакет, который будет, который необходим вам для вычислений, то есть некоторые векторно-матричные операции, вот, будете пользоваться вот этими Юпитер ноутбуками, это тоже специальный такой, даже не столько пакет, сколько некоторая такая среда, в которой можно разрабатывать программы, они при этом, как бы, комбинировать одновременно и некоторый текст, то есть некоторую описательную информацию, там, графики строить, вот, и еще и дополнительный код писать, там, выполнять, то есть, ну, такая некоторая интерактивная среда, немного похожая на, если вы имели дело когда-нибудь с Вальфрамовским пакетом математика, то там вот примерно оттуда все это пошло, вот, только это все сделано для Python, вот, соответственно, по сути, на выходе, работая в таком среде, вы на выходе получаете некоторый отчет, по сути, этот отчет вы будете потом использовать для построения вашего отчета по курсовому проекту, по сути, к нему вы просто приклеиваете некоторый титульный лист, то есть, получится некоторая экономия, должна получиться по времени для вас. Значит, мы также будем использовать пакет SIMP, это пакет символьных вычислений, то есть, для того, чтобы, ну, вы, наверное, уже посмотрели на прошлом, на прошлой части нашей лекции, да, где мы там пытались для не очень сложной системы провести синтез законов правления нелинейных, и там получались такие достаточно навороченные уравнения, да, с кучей переменных, с кучей какого-то, каких-то коэффициентов и прочего, то есть, на самом деле, вот, руками все это выводить достаточно сложно. У вас руками будет упражнение на экзамене, то есть, вы должны будете это вывести руками, все, вот, но в курсовом проекте допускается использовать специальный пакет символьных вычислений, где вот эту задачу вывода можно будет сформулировать как некоторую программу, вот, чтобы сам, само вот это ядро символьных вычислений вам посчитал вот эту функцию. Вот это достаточно удобно на практике, поэтому тоже вот в лабораторной работе мы на это обратим внимание, и в курсовом проекте тоже вас призываю все-таки использовать пакет символьных вычислений. При этом, опять же, нужно эту программу писать так, чтобы у вас были все промежуточные результаты, то есть, вот, как мы тут проходили, да, по всем шагам. Вот, единственное, что вам не нужно будет, конечно, вот, руками вот эти вот сокращения производить и прочее, вот, но, конечно, каждый этап все равно надо будет задокументировать, то есть, ну, некоторый принт делать, да, промежуточных этапов. Вот, но в целом можно вот с помощью этого пакета симпи построить такую вот программу для вычисления функций управляющих воздействий. Вот, мы будем также использовать, ну, не помню, но, наверное, в этом курсе мы не будем, мы в следующем, через год, будем использовать пандас. Это специальный пакет, который необходим для работы с, ну, по сути, это некоторый такой URM-объект, который позволяет вам преобразовывать данные из разных форматов, читать в разные форматы, сохранять. Там, у него есть адаптеры для того, чтобы там с различными базами данных соединяться, там, чтобы из текстовых файлов что-то вытягивать. Вот, плюс есть встроенные функции по преобразованию данных по аналогии, например, с языком SQL, где у вас есть там операции объединения таблиц, нахождение пересечений. То есть это некоторый такой пакет для работы с множествами и для того, чтобы считывать множество из различных форматов и для того, чтобы записывать результат операции над множествами в различные тоже форматы. Это такой очень тоже популярный сейчас пакет для работы с данными. Вот, значит, еще будет пакет Matplotlib. Это, значит, аналог тех функций, которые вы в Matlab использовали для вывода графиков, вот, только для Python. Вот, там тоже очень много разных функций. Вот, сейчас, конечно, он немного тоже уходит куда-то в глубины, то есть над ним выстраивается целая, целая иерархия дополнительных надстроек, там, например, такие, как Baget. Есть такой пакет. Посмотрим. Ой, не так, по-моему. Не помню сейчас, как правильно он произносится, да, но вот он позволяет строить такие более... Ой, ну тут, конечно, ничего нет. Более сложную визуализацию строить с различными там, с различными интерактивными. По сути, это позволяет вам строить уже полноценные дэшборды, то есть какие-нибудь там накладывать, например, карту и внутри этой карты еще делать некоторую интерактивность. То есть, ну здесь, наверное, этого нет. В общем, можно при желании погуглить, да, это такой более современный подход для визуализации. Вот, но мы этим пользоваться не будем, у нас будет чуть попроще. Вот, то есть тут всякие более сложные визуализации. Вот, у нас будут более простые задачки, там, вывести просто график. Ну тут что-то какая-то вообще ерунда, ладно. Вывести график разными цветами, например, там, для управления, для координаты объекта и так далее. То есть, в целом, мы будем использовать достаточно простой пакет MapPodLib, вот, но вы должны знать, что есть более сложные пакеты. Вот, также мы будем использовать пакет Skype. Это попытка сделать аналог MATLAB-овских различных, ну, есть два таких известных пакета. Самый известный для вас, это MATLAB. Есть еще пакет, не помню, как сейчас называется, но, короче, опенсорсный пакет, который, по сути, повторяет MATLAB. Там, он, похожий язык у него, вот, ну, в целом, они используют одни и те же библиотеки, что MATLAB, что вот этот новый пакет. И есть вот Skype, который тоже делает некоторый такой аналог MATLAB-овских функций внутри Python. Вот, и мы еще будем в части, касающейся адаптивного управления, использовать пакет Skype.itLearn. Это набор моделей математических, там, регрессионных, различных, это регрессия, классификация, кластеризация. Вот, нас будет интересовать регрессия, потому что мы будем иметь дело, нам нужно будет, по сути, строить модели объектов и строить алгоритмы оценки параметров этих моделей. То есть, по сути, некоторые задачи идентификации решать. Вот, мы будем тоже частично использовать вот возможность вот этого пакета для того, чтобы самим не изобретать велосипед и не описывать сами модели, алгоритмы вычисления параметров для этих моделей. Вот, мы будем использовать этот пакет Skype.itLearn. Вот, но в целом вы должны знать, что есть еще огромнейшее-огромнейшее количество других пакетов, более специализированных, там, например, для астрономии, для проектирования, там, не знаю, печатных плат и так далее, для обработки изображений. Вот, мы будем использовать примерно вот такую вот конструкцию, то есть вот эти вот первые три уровня, и немножко захватим четвертый уровень такой уже научный компонент. Это это Skype.itLearn, Skype.it. Вот, собственно, теперь возвращаясь к нашему, к нашему лабораторке, да, у нас вот мы будем использовать, сейчас, секунду, будем использовать тоже такой бесплатный продукт, портал, да, называется Collab Research Google.com. Это, по сути, некоторая среда, вот, вот эти вот ноутбуки, Юпитер, которые, их можно, в принципе, сделать и у себя локально на машине, то есть можно скачать специальный пакет, называется там Anaconda, презентация взята. Это тоже бесплатный фреймворк, можно его скачать, установить, там, по принципу, нажало установилось, вот, и в нем будет доступен вот этот вот Юпитер, Юпитер среда, в котором можно производить разработку. Вот, но мы будем использовать бесплатную среду, то есть вам не нужно даже ничего устанавливать, просто идете на Collab Research Google.com, если у вас есть Gmail-овский аккаунт, просто там заходите туда, если нет, просто регистрируетесь бесплатно. Вот, вы получаете, по сути, распоряжение вот такую вот среду, где можно комбинировать графики, комбинировать текст, комбинировать формулы и получать на выходе некоторый отчет. Вот, то есть можно, в принципе, всегда сделать экспорт такого документа. Сейчас можно попробовать его найти. Можно даже всегда принт, да, и получить некоторую распечатку вот вашего отчета, который вот на основе выполненного кода, он построит вам все графики, строит все это в текст. И, по сути, вот в нашем курсе мы, курсовые проекты, вы просто вот распечатываете вот этот вот ноутбук, то есть ваше исследование, результат вашего исследования по вашей теме, вот, и к нему просто приклеиваете некоторую вводную часть. Вы можете прямо здесь ее написать, вот эту вводную часть, вот прямо в коллабе. Вот, и к ней просто титульный лист отдельным документом распечатываете. По сути, получаете готовый отчет. Вот, и, соответственно, вам будут даны для примера несколько лабораторных работ. Вот, это, ну, это, ну, некоторые решенные задачи, вот, на примере которых вы будете решать ваши задачи в курсовом проекте. Вот, ну, наша первая лабораторка, она будет касаться, собственно, метода ACAR, то есть того, как вычислить управление с помощью вот этого пакета SMP и то, как его реализовать уже как некоторую расчетную модель. Вот, ну, понятно, тут текст забивается просто простыми, то есть сам, сам, сам процедура работы, это просто вот, можно, для примера, там, не знаю, создать новый, попробовать ноутбук. Ну, или ладно, в принципе, я думаю, разберетесь, как делать. Значит, суть в том, что у вас просто этот ноутбук, да, рабочая тетрадь, как ее правильно перевести, дословно, да, она стоит из набора блоков. Вот, вы можете добавлять там блоки текста, например, да, что-то там написать. Причем тут есть еще и форматирование, то есть можно разные типы заголовков задавать, там, добавить, например, увеличить, уменьшить размер текста, то есть можно, например, тут какой-нибудь заголовочек задать. Значит, можно там что-то выделить жирным, что-то выделить, там, курсивом и так далее. Можно кусок кода встроить, ссылку добавить, картинку вставить. То есть в целом такой полноценный, ну, простенький редактор, но, тем не менее, позволяющий вам собрать некоторый документ. То есть то, что вы обычно в Варде делали. Вот, здесь также поддерживается возможность ввода формул, то есть используя специальный язык для формул. Ну, по сути, он похож немножко на теховский язык. Если кто в Linux работал, есть вот такой язык для создания документов. Ну, тоже некоторая разметка. Вот, там есть, можете погуглить, посмотреть, как это, как эти формулы формулируются. Ну, вот, тем не менее, то есть написав такую, в принципе, понятную формулу, вы можете получить вот такую же математическую формулу, которую обычно в Варде вам нужно набирать тыканьем мышкой. Вот, в принципе, есть в интернете онлайн-редактор, где вы можете, как в Варде, набрать из элементов компоненты, получить вот такое вот выражение, то есть выражение на языке латекс. Соответственно, вставить его сюда, да, и получить на выходе нужную формулу. Вот, и есть еще куски кода, которые можно в интерактивном режиме выполнять. То есть всегда можно нажать кнопочку play, и у вас пойдет расчет. Значит, все расчеты тут выполняются на стороне сервера, то есть у вас, в принципе, есть возможность бесплатно пользоваться вычисленными мощностями Google'а для того, чтобы проводить ваши научные исследования, ваш курсовой проект делать. Вот, то есть запустив такой расчет, да, вы можете сразу получить результат. Вот, в данном случае мы тут делали некоторые принты, на питоне, некоторые результаты печатали, да, вот, которые, по сути, в отдельном окошечке у вас печатаются. Ну, соответственно, вы можете сразу писать программу, она у вас сразу является документацией к вашему курсовому проекту. Вот, и в то же время сразу можно, там, при желании что-то поправить и получить результат, то есть какой-то вид изменений. Например, ну, вот захотели, например, добавить сюда, что-то еще прибавить, да, например, там, переменную p, да, можем сразу нажать play, да, и получить вот эту переменную p в нашем уравнении. Вот, ну, давайте сейчас немножко пройдемся по питону, то есть, собственно, первое, что мы, ну, питон язык достаточно простой, то есть тут, как в любом языке, есть переменные, есть операторы присваивания, различные математические функции, то есть, в принципе, все то, что вам знакомо по предыдущим вашим курсам, так или иначе, любой из вас, скорее всего, на каком-то из курсов притраивался к языкам программирования, поэтому тут каких-то чудес не бывает. Здесь надо просто смотреть, если что-то непонятно, спрашивать у меня, либо использовать Google для того, чтобы найти ответ. Вот, ну, вот мы сейчас становимся на более такой простенькой задачке, да, это вот пакет символных вычислений, то есть для того, чтобы каждый раз вам не использовать силу ваших рук, для того, чтобы высчитывать, выводить вот эти формулы. Вы можете использовать пакет символных вычислений, чтобы делать эти аналитические расчеты автоматически. Вот, для этого вам пригодится пакет 7P, то есть для того, чтобы питон использовать какой-то пакет, мы просто его импортируем. Вот, значит, если в вашей среде, если вы, например, локально используете, то вам нужно еще дополнительный пакет установить, но в Google уже все установлено, поэтому вы можете просто им пользоваться. Вот, то есть когда, как только вы импортировали, у вас сразу в вашей рабочей области доступен переменная 7P, ну, или название объекта, вот, в которой есть набор функций. Вот, нам интересны функции, в первую очередь, которые объявляют символьные переменные, то есть элементы вашего расчета. То есть каждая переменная в вашем уравнении, она должна быть задана некоторой символьной переменной. Ну, они формулируются, просто им задается название, да, этому методу. Вот, и в ответ вы получаете некоторый объект, который будет вашу переменную обозначать. Вот, и дальше используют эти объекты. Вот, он даже, видите, подписывает, он, что происходит. То есть можно в этом коллабе, можно прям смотреть, что это за функция, что она делает, что это за пакет. Даже есть ссылки вот на исходники, то есть можно посмотреть, что он себя представляет. То есть достаточно удобная среда. Вот, то есть наша задача просто объявить переменные, в которые будут у вас использоваться. То есть сама задача, она вот формулируется примерно таким образом. То есть у вас есть, вам будет дано в вашем курсовом проекте дифференциальное уравнение, описывающее ваш процесс. В этом дифференциальном уравнении будет отмечено, что является переменными, то есть вот эти производные слева, что является у вас управляющим воздействием. Значит, у всех у вас будет некоторое ограничение на управляющее воздействие. То есть, грубо говоря, у вас, вы сможете не до бесконечности раскручивать ваш там привод, например, а у вас будет некоторая зона насыщения. То есть, как в любой физической системе, у вас будет некоторое ограничение. Вот, и будет некоторый коэффициент, который будет регулировать вот этот вот диапазон управления. Вот, и будет формулирована задача, например, там увеличение достижения некоторого давления, например, заданного значения давления. Вот, будет также еще некоторый неизвестный параметр, Но здесь пока этого нет, потому что это пока еще часть, касающаяся нелинейного управления без адаптации. Но, тем не менее, у вас появится еще некоторая величина, которая будет отвечать за неизвестный параметр. Объяв все вот эти величины, которые входят в ваше уравнение, вам нужно будет определиться, какие это будут величины символьные, вы можете составить уже более сложную символьную переменную, которая является композицией вот этих простых. Тут просто обычное сложение, умножение, возведение в степень, функции синуса, косинуса. То есть все это в пакете символьных вычисления недоступно. Вы это можете использовать для того, чтобы сформировать ваше уравнение, правые части этих уравнений. Вот и дальше, соответственно, можно уже чисто себя проверить, распечатать, получить вот такое символьное представление ваше уравнение. Вот. Дальше можно, дальше уже там непосредственно как, например, синтез делать. То есть мы используем специальную функцию solve у этого пакета. То есть импортируем ее уже немножко из другого пакета, симпи, вернее тот же самый пакет, но у него есть подпакет, который отвечает уже не просто за символьные переменные, а за некоторые аналитические расчеты. Вот. То есть есть пакет, есть различные соуверсы, вот, то есть решатели, да, и вот мы в нем стандартно берем solve, который позволяет, функция, которая позволяет вам решать алгебраические уравнения. По сути, в методе ACAR мы занимаемся решением алгебраических уравнений. То есть у нас мы составляем, вот, подставляя сюда нужные выражения, да, то есть у нас есть здесь выражение, здесь есть для этого какое-то мы выражение получаем. Вот. То есть это некоторая алгебра, с помощью которой вы на выходе получаете функцию управления. То есть у вас есть некоторая неизвестная величина, которую вы должны вычислить, исходя из обычного алгебраического уравнения. Вот. То есть в этом случае вот пакет символьных вычислений предоставляет вам такую функцию, solve, с помощью которой вы можете задавать, собственно, уравнение, то есть его правую часть, да, и указывать относительно какой величины вы должны, ну, нужно решить это уравнение. Вот. Тут как бы у нас, опять-таки, итерационная процедура, да, то есть мы разложили нашу систему на две части, у нас есть внешнее управление омега, которое влияет на массовый расход, и есть, по сути, здесь речь идет о некотором таком компрессоре, где у вас крутится турбина с частотой омега, вот, и вот эта частота вращения турбина, она будет являться у вас, по сути, управлением. То есть меняя частоту вращения, вы можете влиять на массовый расход, а массовый расход будет влиять на то, какое давление у вас в камере происходит, куда воздух загоняется. Вот, соответственно, у нас внешним управлением является омега, а внутренним управлением является вот этот массовый расход через трубу, через которую воздух закачивается. Вот, соответственно, у нас будет два шага. На первом шаге мы просто определили, что у нас есть некоторое желаемое давление. Вот, мы сформировали целевую функцию, как разницу между желаемым значением давления и реальным значением давления. Вот, и нашли производную. То есть мы говорим о том, что вот производная по изменению, она должна быть соответствовать вот этой вот величине. Вот, что в целом... Так, что-то поднял руку. А можно вопрос задавать? Да, конечно, конечно, давайте. Вот, а у нас там в исходных, по-моему, есть тангенс, где вот эта омега. Да-да-да. Но смотрите, мы сейчас пока делаем синтез внутренней системы, вот этой, первой части. То есть тангенс у нас появится чуть дальше, мы еще о нем поговорим. Нет, ну я вот, да, вот в первом пункте, в коде, по крайней мере, я вижу, вот, да, где задаем символьное. И на выходе, ну, мы принтим вот то, что у нас получилось. Да-да, хороший вопрос. Да, давайте сразу его обсудим. Значит, проблема тангенса в том, что для него не существует глобального решения. Если вы решаете задачу использовать определенные талонные модели, которые мы там рассматривали в нашей лекции, да, то у вас предполагается, что у вас управление может расти от минус бесконечности до плюс бесконечности. Поэтому, когда вы будете использовать пакет символьных вычислений и использовать тангенс, он вам просто какую-то билиберду начнет выдавать. Но, по сути, у вас будет решение комплексно сопряженным. То есть оно будет просто полным абсурдом, и вы никак его не сможете использовать. Поэтому мы вводим некоторые допущения. У нас была лекция, связанная с круиз-контролем, где мы обсуждали уже, да, что есть, на самом деле, целая иерархия упрощения моделей. И, в принципе, это нормальная практика, когда вы вводите некоторые упрощения. То есть здесь идея вот как раз вот этого ввода, да, я про это забыл сказать, что мы здесь вносим упрощение. По сути, тангенс гиперболически, да, это в окрестностях нуля, это линейная функция. Вот поэтому мы предполагаем в нашем синтезе, да, что у нас мы не будем заходить за границы. Ну, потому что если вы, грубо говоря, заходите за границы, вы, в принципе, можете не иметь возможности достичь вашего... То есть мы, грубо говоря, разделяем задачу на две части. Первое, мы определяем там возможности ваших исполнительных механизмов таким образом, чтобы они покрывали... Их рабочий диапазон покрывал все ваши потребности. Вот. А с другой стороны, мы... Это позволяет нам ввести вот это упрощение. То есть заменить, например, вот это ограничение, тангенс гиперболический, заменить его на просто линейную функцию от омеги. Вот. При этом у нас, видите, остается еще коэффициент g, который определяет, по сути, возможности вашего исполнительного механизма. Вот. То есть это такое некоторое упрощение, которое позволит нам использовать некоторую автоматизированную процедуру. Потому что если вы добавите сюда тангенс гиперболический, то ваша процедура синтеза автоматического, да, она просто сойдет с ума. То есть она просто не поймет, как можно решить вот это уравнение вот здесь дальше. Ну, там потом посмотрим на втором этапе. Как ее можно решить, не имея возможности наполнения. То есть когда вы аналитически решаете решение, вы пытаетесь найти его для всего диапазона значений. То есть система, вот этот пакет символовых вычислений, ему нельзя задать, что вот ищи только в этом ограниченном интервале времени, интервале значений, да, для омеги. Там от минус 10 до 10, там от 1 до 1. Вот. Она будет пытаться искать решение во всем диапазоне. Если она видит этот тангенс гиперболический, который имеет ограничения, вот, она просто сходит с ума и выдает какую-то полную ерунду. Ну, а по сути она вам решает ее уже в комплексных числах. Вот. Ну, как это потом на практике переносить в контроллер, это просто будет отдельная головная боль, потому что в контроллере никаких комплексных чисел нет, и непонятно, ну, понятно, что можно модуль взять. Вот. Ну, это как бы сразу... То есть это к вопросу, на самом деле, существования решения. То есть когда вы аналитически что-то считаете, мы об этом уже частично говорили, всегда нужно понимать, что у вас есть ограничения, и эти ограничения нужно в голове всегда держать. Вот. Ну, это такой вот как раз-таки интересный момент в процессе моделирования, когда вы будете уже с реальной установкой, да, ну, у вас будет не реальная установка, у вас будет вот такое вот нелинейное уравнение с тангенсами уже. То есть, по сути, вы синтезируете функцию омега без учета тангенса. Вот. Но когда вы моделируете уже объект, вы будете подставлять полное уравнение, то есть вместе с тангенсами. И заодно смотреть, вот как происходят эти искажения на границе, когда вы уходите в насыщение, то есть как меняется поведение системы. Вот это такой вот некоторый, скажем, компромисс, чтобы не решать руками. Ну и в целом, когда вы будете там, если вы будете искать обратную функцию, да, это будет арктангенс, у которого тоже там много интересных тонкостей. То есть, например, арктангенс тоже в контроллере реализовать, ну, либо какую-то функцию использовать, да, аналитическую, либо табличную функцию. Вот, при этом, опять же, что делать, если вы выходите за диапазоны арктангенса? Вот, то есть это, на самом деле, такой момент интересный, но если хотите аналитическое решение получить с тем, то вам, конечно, придется на такие упрощения идти. Вот, поэтому здесь, да, мы как бы использовали линейную функцию, потому что мы исходим из того, что тангенс в окрестности нуля, там, до каких-то пределов, он ведет себя как линейная функция. Потом он как бы загибается. Давайте просто покажу, как танген гиперболически выглядит, чтобы... Так, танген гиперболический. Что-то они не то рисуют. Сейчас. Вот, она выглядит вот так. То есть у нее где-то вот до минус одного, от одного до минус одного, она ведет себя почти как линейная функция обычная. Вот. А все, что дальше, видите, она начинает так загибаться, и меньше, чем минус один она не идет. Поэтому, если у вас будет потребность, например, омегу сделать больше минус одного, да, вы уже уйдете в зону насыщения. То есть вы куда-то туда вот улетите. То есть уже при минус трех у вас выход будет минус один. Вот. То есть она вот... Мы как бы предполагаем, что мы находимся где-то здесь, ну, в процессе синтеза, что просто вот этот пакет символов вычислений, он с ума не сошел. Потому что когда он начнет тут арктангенсы считать, ему там просто плохо становится. А, ну все, да, вот с графиком понять не стало. Да, вот это, да, наверное, недостаток, что вот здесь этого нет, этого графика, да. Ну, тут, да, пока что много на словах. Вот. Это хорошо, что вы спросили. Вот. Соответственно, когда мы можем теперь использовать, когда мы тут уравнение составили, да, и определили цель, вот мы ее тут тоже определяем в виде символов, некоторых наборов символов, вот мы можем использовать эту функцию solve для того, чтобы просто вычислить нужную нам функцию внутреннего управления вот этого. то есть какая должна быть функция dm, чтобы p становилась таким, каким мы хотим. То есть двигалась в некоторые желаемые точки. Вот. И она за нас это все решит. Ну, понятно, что здесь вот в этом, конкретно в этом уравнении можно это в уме посчитать, да, что dm, ну, опять же, да, определив некоторую эталонную модель, по методу эталонной модели, можно просто подставить сюда правую часть эталонной модели и посчитать, каким будет dm, да. Ну, вот мы можем для примера просто вот использовали операцию solve, получили новую символную, символное выражение, распечатывали его, и вот видите, она нам посчитала, что она будет вот такой функция. Функция изменения dm, при которой давление становится, то есть функция массового расхода будет, при такой функции массового расхода наше давление, там, с течением определенного времени достигнет вот этого вот желаемого значения, которое мы можем потом как параметр нашей системы управления использовать. вот, это как бы первый этап. На втором этапе мы теперь формируем уже новую переменную, то есть переменная psi, вот та самая поверхность, ну, в данном случае будет не поверхность, а кривая, которая, по сути, определяет разницу между переменной, самым реальным значением переменной dm, да, и тем значением, которое мы рассчитали чуть выше, то есть вот этим. Вот, таким образом, мы получаем вот некоторую нелинейную кривую, и для нее мы, соответственно, можем посчитать частную производную этой функции по каждой из переменных, то есть тоже в пакете simp есть функция символьного дифференцирования, то есть можно задать эту функцию, да, и по какой переменной мы считаем. Кроме того, у нас есть символьное выражение для производной по времени каждой из переменных. В данном случае у нас вот есть, то есть мы тут ввели вот эти уже переменные, да, определили символьное выражение. Вот поэтому мы просто его берем и подставляем сюда. То есть вот эта вот вся страшная алгебра, которая была у нас вот здесь, да, она, в принципе, сводится просто к набору вызова определенных функций в питоне, которые вот эти все переменные, вот эти все частные производные, она за вас рассчитывает, подставляет, перемножает, сокращает. Вот таким образом вам не нужно вот это все руками вычислять. Ну и, соответственно, на выходе вы получаете вот, тоже опять-таки используя уже операцию решения уравнения, да, то есть, по сути, вы занимаетесь решением вот этого уравнения. Уже все за вас подставлено сюда, все переменные рассчитаны, и вы просто указываете, что вот нам нужно вычислить управление. Она за вас вот произведет все вот эти манипуляции и выдаст вам функцию управления. Вот, в этом, собственно, профит вот этого вот пакета символных вычислений. То есть вы получаете на выходе функцию аналитического управления, вот она вот такая хитрая получилась в данном случае, не занимаясь вот этим вот ручным трудом по расчетам. Вот, в принципе, вам для вашего курсового проекта нужно будет, единственное, что, ну вот, может быть, отдельно, да, расписать про вопрос, который задали, да, то есть, нарисовать вот этот график, это сигмоиды, то есть, что это за функция, почему вы это сделали. Как бы, если не будет, я вас просто спрошу это тогда, да, почему вы так сделали, раз уж мы это обсудили. Вот, но и дополнительно, да, вот сделать промежуточные шаги, то есть здесь мы просто задали сразу, даже не описали, что мы тут ввели какую-то переменную, то есть некоторую теоретическую компоненту надо бы еще добавить, то есть объяснить шаги. Вот, то есть не так, как у меня тут все кратко написано, да, ну, чисто вот функционально написано, что нужно сделать, вот, но также и расписав отдельные шаги и иметь, знать, уметь объяснить, что, объяснять, что эти шаги означают. То есть по символям вычислениям, в принципе, тут особо добавить нечего. Вот они вот примерно так устроены. Так, ну, у нас тут осталось две минуты, прежде чем нас разорвет. Я думаю, что мы в следующий раз, на следующей неделе посмотрим еще про моделирование. То есть процесс, как все эти, как вот эти все модели составляются в питоне, из дифференциальных уравнений, как происходит моделирование, визуализация. Вот, наверное, мы это в следующий раз сделаем. Вот, на сегодня, наверное, все. Если вопросы есть, тогда пишите. Если что, можем просто в следующий раз эти вопросы обсудить на нашем следующем занятии. Вообще, я думаю, что мы занятия следующие сделаем тоже в четверг, в 18.30, если всех устроят. Если не устроят, тогда пишите, обсудим, когда лучше встретиться. Вот, видеозапись я тоже выложу всех занятий. Поэтому, ну, там вот ссылки раскидывал вам. Там сможете посмотреть потом, те, кто не пришел сегодня. Ну, все, тогда до встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok